МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Театре драмы завтра пройдет спектакль «Боинг-Боинг» по знаменитой пьесе Марко Камолетти. Режиссер, заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш. Продуманная до мелочей схема любовных похождений главного героя однажды дает сбой, и все три возлюбленные прилетают к нему одновременно. Чем закончится история, вы узнаете завтра в 18 часов. Театр «Кукол» представит знакомый всем спектакль по сказке «Шарля Перо. Красная шапочка» режиссер Павел Акинин. Почему не следует разговаривать с незнакомцами, маленькие зрители узнают завтра в 11 часов. В художественном музее открыты постоянные экспозиции. Иконопись, декрасненоприкладное искусство, отечественная живопись 19-20 веков. Посетить выставки вы сможете завтра с 10 до 18 часов. В эти дни в Брянске работают с дельфинарией. Радуют жители города своими талантами Одиссей, Афродита и Степан. Два дельфина-белухи и морской котик из шоу-программы «Североморских животных». Вокальные и танцевальные номера, сложные акробатические этюды, а также живопись. Беженский район, гипермаркет «Линия-3». Начало выступлений завтра в 12, 15 и 18 часов. Киноиндустрия завтра в нашем городе будет представлена разнообразными фильмами. «Три икса» – мировое господство. «Оксандр Кейдж» спустя годы возвращается в безумный водоворот событий. В этот раз вместе с командой ему предстоит найти мощное секретное оружие. Главной роли – Вин Дизель. В российском фильме ужасов «Невеста». Семья жениха хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям. Комедия «Почему он?» С самого рождения дочь для отца – центр вселенной. Но как смириться с тем, что в мужья себе она выбрала не того? В ролях Джеймс Франко, Брайан Крэнстон и другие. Музыкальная мелодрама «Ла-Ла Лэмп». Пришедший к влюбленным молодой кинозвезде и джазовому музыканту «Успех» начинает подтачивать их отношения. В главных ролях – Райан Гослинг и Эмма Стоун. Криминальная драма «Закон ночи». Америка – начало 20 века. Сын полицейского оказывается вовлечен в жизнь криминального мира. В ролях Бен Аффлек, Зоя Солдана и другие. Семейный комедийный фильм «2 плюс 1». Беззаботная жизнь главного героя полностью изменяется с появлением в ней дочери. Фильм ужасов «Не стучи дважды» пройдет в кинотеатрах Рай-парк и Люксор. Фантастический боевик «Крэйда-убийцы». Благодаря революционным технологиям главный герой проживает приключения своего предка в Испании 15 века. В ролях Майкл Фассбендер, Марион Котиэра и другие. Фантастический комедийный фильм «Монстр трати». Смотрите в кинотеатрах Рай-парк, Синемаклап и Люксор. Российская историческая драма «Викинг», раннее средневековье, правящий род в раздоре, вина за случайную смерть легла на великого князя. В ролях Данила Козловский, Светлана Хоченкова и другие. Комедийный мультфильм в формате 3D «Снежная королева 3. Огонь и лед» представлен в кинотеатрах Рай-парк, Люксор и Синемаклап. Мультфильм «Три богатыря и морской царь» пройдет в кинотеатрах Рай-парк, Люксор и Синемаклап. В этот день 97 лет тому назад родился итальянский режиссер, обладатель пяти премий «Оскар» Федерико Феллини. Первой его работой, в которой он выступил режиссером, стал фильм «Дорога», снятый в стилистике неореализма. По окончании съемок у него случился психический надлом. В награду за страдания полный успех фильма. 50 наград, в числе которых премия «Оскар». До свидания.